В целом по стране характерны высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, высокая стоимость жилья и высокая арендная плата, что по-прежнему сугубляет проблемы доступности жилья в стране, как для покупателей, так и для арендаторов. Арендатор также сталкивается с одним из самых низких показателей вакантных платежей в новейшей истории. Всего на данный момент на порталах недвижимости находится 5,8% от общего объема того, что можно снять в стране. Интересно, про какую страну я сейчас прочитал? Ведь, похоже, вся эта ситуация складывается в России, где всегда все плохо, а во всем мире хорошо. Нет, друзья мои, я прочитал про рынок недвижимости США. Итоговый релиз от компании и портала Zillow. Также очень интересна еще одна еще важная вещь. Ставки по ипотечным кредитам выросли и достигли максимума в октябре 7,79%, а средние цены на жилье в третьем квартале были выше на 400 тысяч долларов. Но на самом деле интересна другая информация. В США, порталом Zillow, ведется цена типового американского дома. В начале 2023 года типовой дом США стоил 350 тысяч долларов. В июне 2023 года 348 тысяч долларов. В декабре типовой дом США стоил уже 344 тысячи долларов. То есть, что же происходит на рынке недвижимости в США? А то же, что и происходит на рынке недвижимости в России. Стагнация, падение, а самое интересное, рост ставок ипотечного кредитования. Для сравнения, ставка по ипотечному кредитованию в США за последние два года выросла вдвое. 26 января 2022 года была отмечена ставка 3,72, а на данный момент ставка составляет 6,81. А в банках вам предложат до 6,76 и в некоторых банках до 7%. То есть, когда мы с вами разговариваем про наш одинокий, печальный рынок недвижимости в России, мы должны понимать, что большие тренды, которые происходят в мире, они отражаются в России. То есть, не так уж вы и одиноки в Российской Федерации, не так уж вы несчастны, что вам несчастным повысили ставки по ипотеке, а в других странах мира все с этим хорошо и прекрасно. Поэтому в этом ролике мы поговорим, как мировые тренды скажутся в 2024 году на рынке недвижимости в России, в Дубае, куда вы любите вкладываться, в Бали, многие пытаются купить недвижимость в Европе, в той же Португалии. И вообще, что будет происходить с рынком недвижимости в 2024 году. Потому что, как вы начинаете понимать, что те тренды, которые есть в России, они также происходят и в других странах. Вот мы и посмотрим в течение этого ролика, что же происходит. В 2023 году Высоцкий Эстейт отметила 20 лет. Мы единственная сеть в России, у которой есть онлайн-платформа обучения и лицензированная школа для специалистов в сфере недвижимости. За 2023 год оборот Высоцкий Эстейт достиг 7 миллиардов рублей. Мы сохраняем заданный профессиональный стандарт 20 лет. Открой с нами успешный бизнес в недвижимости. Что же на самом деле происходит сейчас самое главное в Соединенных Штатах Америки? В Соединенных Штатах Америки последние два года отмечается спад спроса на рынки недвижимости. И фактически стагнация. Можно сказать так, что в некоторых Штатах цены на недвижимость продолжают расти. В таких как, например, Бостоне, Майами, Нью-Йорке. Но в большинстве Штатов цены на недвижимость начали уже давно падать. И типовой дом начинает, как мы увидели, в индикаторах снижаться. Опрос, проведенный в четвертом квартале 2023 года, также показал, что доля домовладельцев, рассматривающих возможность продажи, была одинаковой. И для тех, у кого ставка была низкая, и для тех, у кого ставка была большая. Самый важный момент, что большое количество домовладельцев рассматривает в 2024 году выставить свой дом на продажу. Что многие из них ипотеку платить по ставке 5% не тянут. Напомню, что в Соединенных Штатах Америки до сих пор значительная часть граждан берут ипотеку по плавающей ставке. Где-то до 20% кредитов приходится на ипотеку по плавающей ставке. В 2008 году ипотеки с плавающей ставкой были достаточно сильно распространены в Соединенных Штатах Америки. Но после кризиса 2008 года значительная доля людей все-таки предпочитает брать ипотеку по фиксированной ставке. О чем говорит вся ситуация на рынке недвижимости в США. Что люди, как и в России, попытались галлопирующую инфляцию, связанную с печатью бесконечных долларов, переложить в недвижимость. Но, опять же, видно из ситуации на рынке недвижимости в США, что даже в долларах цены на недвижимость не защищают жизнь от инфляции. Почему? Потому что ваши вложения капитала в недвижимость сползают или топчутся на месте. А инфляция в 2023 году достигла порядка 6-7%. То есть, что же получается? Бетон и там не защищает доллар от инфляционных скачков. Поэтому люди, как и в России, любят забежать в недвижимость при высоких темпах инфляции и при этом тоже продолжают терять деньги. А давайте теперь посмотрим, что же происходит у нас в Европе. Может, в Европе у нас с рынком недвижимости все много лучше, чем в США, чем в России? Цена на недвижимость в Германии продолжает падать уже 4 квартала. В третьем квартале 2023 года цены упали на 10,2%. Так сдувается самый большой ипотечный пузырь за последние 50 лет. По мнению аналитиков, в Германии развивается самый крупный кризис на рынке недвижимости за историю наблюдений с 2000 года. Ой, то есть получается, что на рынке недвижимости в Германии из-за того, что опять же стали подниматься ключевые ставки, стали подниматься ставки по ипотеке, фактически начался кризис достаточно системный и продолжительность его пока никем не прогнозируется. Самый крупнейший кризис на рынке недвижимости за последние 50 лет. Давайте посмотрим, что во Франции. Во Франции упали продажи жилья, но не цены. Давайте разберемся, что же происходит с Францией. Темпы снижения цен на дома составили 1,7%. Снижение цен на квартиры 3,4%. А вот самое интересное, это спрос. Так вот, спрос на покупку недвижимости упал на 16%. То есть продажи на рынке Франции, по данным известного агентства недвижимости Century 21, упали на 16%. А цены на жилье в среднем по стране снизились на 1,7%. Наибольшее падение цен отметилось в Париже 5,5%. И объемы продаж в Париже упали на 12,6%. В Нормандии цены на месте топчутся, а вот объемы продаж упали на 21%. В Провансе на Лазурном берегу цены чуть-чуть подросли всего на 1%. А вот объемы продаж упали на 15,5%. То есть, что мы и видим на рынке Франции. На рынке Франции мы видим минимум стагнацию, а максимум уже начало падения, спроса на рынке недвижимости, а самое главное начало снижения цен. Поехали дальше. Кипр. Я разговаривал с своим партнером, который последние 4 года живет на Кипре. И Кипр последние несколько лет до этого бурно продавал паспортную недвижимость, особенно россиянам. Так как вся эта тема прикрылась, то те застройщики, которые строили паспортную недвижимость, особенно в бюджете до 2 миллионов долларов, то они сейчас сидят в глубокой заднице и не знают, кому всю эту настроенную недвижимость продать. Вот такая ситуация у нас сложилась на Кипре. Давайте теперь отправимся к более интересной теме для россиян. А что у нас прогнозируется на рынке недвижимости Дубай? Потому что это же Дубай наше все в последние годы. Что же здесь? Наши ученики знают, как зарабатывать на недвижимости. Узнаете и вы. Школа Сергея Смирнова. Реал Тьютор. Учитесь о лучших. По данным известного банка ЦБРЭ, соответственно, цены с января 2020 года выросли в следующих показателях. Арендная плата выросла на 42%, жилье выросло на 33%. И что же тут важно? Важно понимать, что сейчас все прогнозы по Дубаю отрицательные. То есть все аналитики сходятся в одном, что 2024 год станет на рынке Дубая переломным. И в конце 2023 года российские брокеры, работающие на рынке недвижимости, отмечали панические настроения у многих россиян, которые попытались свою недвижимость сбрасывать. То есть продавать на вторичном рынке. Напоминаю, что вторичного рынка Дубая очень мало, а все торгуют только новостройками, и агенты зарабатывают на новостройках, и поэтому та ситуация, которая складывается на рынке Дубая, она на самом деле критичная. При этом, опять же, нужно понимать, что в Дубае рынок очень нестабильный. Уже отмечались в период, например, 2008-2009 года был кризис на рынке, в 2015 году тоже на самом деле был на рынке спад цен на недвижимость. И сейчас мы видим опять переломный момент в 2024 году. При этом, опять же, ситуация какая? А может мы посмотрим на те страны, где ключевые ставки и ставки по ипотеке не растут, а падают? Может там что-то хорошо? Давайте перенесемся на минуточку в Китай. Весь четвертый квартал, всю осень, Центробанк Китая пытался как раз, наоборот, облегчить нагрузку домохозяйств по ставкам по ипотеке. И, соответственно, в Китае планомерно пытались оживить рынок недвижимости. Почему? Потому что 6-7% ВВП Китая вложено в недвижимость и берется из рынка недвижимость. Но самое главное, что в Китае недвижимость еще более популярна, чем у россиян, как способ сбережения. И поэтому там возник большой-большой пузырь. И самое главное, я уже приводил к вам в предыдущих материалах статьи аналитиков, которые говорят о том, что рынок недвижимости Китая начал впадать в кризис еще в 2021 году. И в 2021 году в предбанкротном состоянии оказался один из крупнейших застройщиков Китая. Сейчас постепенно, как считается, рынок китайский начинает восстанавливаться. Но на самом деле более глобальный анализ показывает, что рынок Китая впал в достаточно длительный кризис. То есть он не быстро из него выйдет. И большое количество перезастроя, и большое количество нераспроданной недвижимости говорят о том, что рынок Китая еще долго-долго будет выходить из того кризиса, в который он попал. Что же мы видим с вами на примере разных стран? На примере разных стран мы видим самое интересное. Что во всей постпандемийной истории с 2020 по 2022 год мы увидели, что на рынке США, что на рынке Германии, что на рынке Франции, вообще на европейском рынке дулись ценовые пузыри. Это же мы с вами наблюдали и в Российской Федерации. Это же мы наблюдаем с вами и на Ближнем Востоке. Это же мы наблюдаем с вами и в Китае. И все говорят о том, что на рынке мировом надулся ценовой пузырь на недвижимости. Самое интересное, что у этой проблемы одинаковые корни. Что вы, дорогие мои друзья, что американцы, что французы, что немцы полагаете, что если взять денежные средства и побежать их вложить в бетон, то вы их спасете от какой-то инфляции, от девальвации, от каких-то кризисов и пересидите с ними в бетоне. Но ситуация такова, что каждый раз люди, которые забегают по такой тактике в недвижимость, в итоге эти деньги там теряют. И, казалось бы, уже прошло несколько кризисов во многих странах и пора бы уже научиться. Но на самом деле память у нас очень короткая. Поэтому в Российской Федерации ничем не отличается по модели поведения от многих стран. И поэтому что мы видим с вами? Что прогноз по многим странам на 2024 год либо стагнация, либо падение цен. То есть ни в одной стране мира сегодня нет положительного прогноза. Но у нас находятся сегодня смельчаки, которые до сих пор вам рекламируют, что вкладываете в Бали, вкладываете в Дубай, вкладываете в Европу, вывозите деньги в США, вывозите еще куда-то и вкладываете в недвижимость. Вот поэтому ситуация заключается в том, что мы ничем не отличаемся от мирового рынка. Весь мир валится на рынке недвижимости, и мы тоже туда поедем. Поэтому отрицать то, что у нас будут цены, думать, что у нас цены будут расти, а во всех странах они будут падать, что каким-то чудесным образом нас, мировой этот тренд, не коснется, это достаточно глупо. Что же я как итог могу вам сказать в этом ролике? Как итог в этом ролике я могу сказать только одно, что расширяйте свой кругозор и смотрите на то, что происходит параллельно в нескольких странах. И тогда вы увидите очень интересный момент. Вы увидите сходные тренды, и вы начнете лучше предсказывать, что будет происходить с рынком недвижимости в России. И на мой взгляд, высокая ставка сейчас по ипотеке для многих стран, в том числе для России, пойдет на пользу. По одной простой причине, что мы видели, к чему приводили те же нулевые ставки по ипотеке в США. Количество бездомных людей и людей, не способных купить недвижимость даже в ближайшем будущем, не упало, а выросло. То есть нулевые ставки по ипотеке, которые мы наблюдали с вами до 2020 года, до 2021 года, они привели к тому, что рынок недвижимости США раздувался так, что количество людей, способных купить недвижимость, в стране уменьшалось. Если вы посмотрите многочисленные сюжеты от разных наших соотечественных про рынок недвижимости США, то вы увидите, в том числе и Канады, что недвижимость из-за тех низких ставок по ипотеке становилась все более и более недоступной. Так что разумнее сделать для России? Для России нужно найти разумный баланс в ставках, а я считаю, что это ставка где-то порядка 10-11% годовых, которая будет балансировать рынок аренды и рынок покупки квартир в ипотеку. Это будет приводить к тому, что у нас такие ценовые пузыри не будут так быстро раздуваться, как это мы наблюдали с вами с 2020 по 2022 год. Поэтому ситуация сейчас на самом деле во всем мире такова, что мы вошли в длительный период высоких ключевых ставок. Это, с одной стороны, дает возможность людям накапливать денежные средства в других активах, но самое важное, это дает возможность охладить рынок недвижимости. И охлаждение рынка недвижимости будет происходить во всех странах примерно одинаково. И мы увидим период двух-трехлетнего спада. И поэтому мы сейчас с вами находимся в два года уже в стагнации, и сейчас мы потихонечку начинаем сползать. Поэтому для тех, кто хочет улучшить свои бытовые условия, 2024 год даст возможность переезда из маленькой квартиры в большую по площади удобную с минимальной доплатой. Почему? Потому что снижение цен на крупные лоты очень часто идет большими темпами, быстрыми темпами, чем на маленькие. Это я уже на этом канале объяснял. Поэтому, друзья мои, расширяем кругозор. На канал можете не подписываться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok